Друзья, приветствую вас на своем канале Словении с Хельгой Уайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. Жители Словении на днях могли обнаружить в своих почтовых ящиках вот такие черно-белые брошюры. В этих брошюрах людей приглашают на государственный референдум, который пройдет 9 июня с 7 утра до 7 вечера. И в этой брошюре подробно объясняют, какие три вопроса будут выставлены на референдум. Первый вопрос гласит о порядке изменения процедуры выбора славянских представителей в Европарламент. Второй вопрос, вынесенный на референдум, гласит вы за принятие закона, который будет регулировать право на помощь при добровольном уходе из жизни. Грубо говоря, вы за эвтаназию или против эвтаназии. Третий вопрос референдума. Согласны ли вы на выращивание, переработку и хранение каннабиса в медицинских целях? Сейчас славянские врачи рекомендуют в качестве лекарства своим пациентам прогулки на свежем воздухе и пить как можно больше воды. Теперь, видимо, они будут предлагать еще и покурить травку. Еще мне стало интересно, могут ли иностранцы участвовать в голосованиях? Например, я иностранка, которая живет в Словении, у которой нет славянского гражданства, но есть ПМЖ. И вот что я нашла в законе. Право голоса на референдуме имеют граждане Республики Словении, которым на день голосования исполнилось 18 лет. Также в референдуме могут принимать участие граждане другого государства, члена Европейского Союза, имеющие постоянный вид на жительство, зарегистрированным постоянным местом жительства в Словении или имеющие временную регистрацию в Словении. Также могут принимать участие в референдуме иностранцы, имеющие постоянный вид на жительство и постоянно зарегистрированные в Республике Словения. То есть в референдуме может принимать участие любой иностранец, который имеет ПМЖ и постоянную прописку в Словении. Недавно в инстаграме появилось видео, на котором группа молодых людей в масках заявляют о том, что они берут безопасность любляны в свои руки и обещают очистить любляну от мигрантов и не позволить больше мигрантам нападать на безоружных людей. Эти молодые люди выглядят как российские скинхеды из 90-х. На них надеты штаны цвета хаки, грубые ботинки, черные куртки и у них бритые головы. В полиции уже заявили, что не позволят никакого самосуда на улицах Любляны и приводят в пример статистику, которая показывает, что Любляна достаточно безопасный город. И полиция сейчас усиленно контролирует те места Любляны, где чаще всего совершались нападения мигрантов. Раз появляются такие радикальные группы, это говорит о том, что этот вопрос очень сильно беспокоит славенское общество. Полиция Любляны на своем сайте опубликовала несколько советов на тот случай, если вы потеряли ребенка. Первым делом вы должны подумать, куда бы мог уйти ваш ребенок. Второе, нужно подумать, из-за чего ваш ребенок мог бы куда-то уйти и где бы он мог находиться. И третий очень важный пункт, не нужно ждать минимально 24 часов, чтобы подать заявление в полицию. После того, как вы убедились, что вашего ребенка нет нигде, где бы он мог находиться, нужно сразу же, как можно быстрее заявить о его пропаже в полицию. Три года назад в Словении открылась необычная библиотека, где пользователи вместо книг могут взять на дом семена. И эти семена могут посадить на своем участке. И через год собрать новые семена и вернуть в эту библиотеку. За три года в Словении открылось 13 таких библиотек. Честно говоря, я не очень понимаю смысл и популярность данных библиотек. Почему человек не может просто пойти и купить понравившиеся семена в магазине. Возможно, в этих библиотеках есть какие-то семена, которые недоступны в обычном магазине. Или, возможно, данные библиотеки были открыты на случай апокалипсиса, чтобы сохранить ценные виды растений. В славянском городе Рогашка-Слатина открылась смотровая башня-кристалл высотой аж 106 метров. Это самая высокая смотровая башня в Словении. Данная смотровая башня имеет закрытую двухэтажную смотровую площадку и открытую обсерваторию на крыше. Смотровая площадка симметричного дизайна в форме абстрактного кристалла. Включает в себя кафе, панорамный этаж и открытую террасу. С башни открывается прекрасный вид на город Рогашка-Слатина и его окрестности. Башню спроектировали компании Понтинг Бриджес и Корпник Продукция. Подрядчиком выступила компания VG5, а инвестором выступил муниципалитет Рогашки-Слатины. Я загуглила, минимальная высота для прыжка с парашютом составляет 100 метров. Если все верно указано и высота этой башни 106 метров, то значит с нее можно прыгать с парашютом. Но пока такой услуги они не предоставляют. За все годы жизни в Словении я ни разу не была в городе Рогашка-Слатина. И теперь у меня появилась реальная цель посетить этот город. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? После завтра в Любляне от плюс 13 до плюс 25. Небольшой дождь. Спасибо, Алиса. Пожалуйста, всегда рада помочь. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!